76 лет в этом году исполнилось отечественному виду спорта. Всероссийский день самбо в Омском регионе отметили праздничным турниром. Соревнования проводятся под эгидой Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области уже 12-й год подряд. Самое хорошее, что сегодня мы можем видеть, что очень многое делается и нашей областной федерации борьбы с самбо и с людо. Поздравить с праздником борьбы и поддержать участников на торжественное открытие приехали почетные гости. Среди них олимпийский чемпион по боксу Алексей Тищенко. Есть большие традиции, истории этого спорта. И приятно, что ребят много, они занимаются и продолжают заниматься и творить историю. Ну а сам я конкретно самбо не занимался. У меня было в моей практике в детстве я маленько занимался греко-римской борьбой. Соревнования проходили среди юношей и девушек 12-14 лет. Напряженными и захватывающими получились поединки у юных спортсменок. В подтверждении – активная поддержка болельщиков. Катя, давай, ногу переноси! Катя, давай! Я занимаюсь дедом почти три года. Меня вдохновила мама, потому что она тоже занималась борьбой, и у нее это очень хорошо получалось. Мне нравится висячка, но хоть я ее делать не умею, это очень красивый прием. А что это такое? Что за прием? Вещачка – это когда нога шута, нога шута, и рука оттягивается, переворот, и человек лежит на болевом. Выявление сильнейших и отбор на чемпионаты первенства Сибирского федерального округа – основная задача судейской коллегии. По мнению специалистов, у большинства спортсменов омской сборной есть все шансы. Из последнего поколения, которое, так скажем, заканчивает бороться, это Ульяна Рашня, Витя Крестянина, прекрасно мы бы показали. И у нас, в принципе, два года был праздник, у нас чемпион Европы Семен Томпинов, студент Сибуфка, выиграл Европу в боевом самбо. А вот сейчас студент третьего курса Пантелеев Павел, он здесь судит, он в комплексном значении стал чемпионом Кубка мира по боевому самбо 2014 года, весовой категории 62 килограмма. У нас каждый год есть призеры по юношам среди мальчиков и девочек Сибирского федерального округа. Ребята занимают пятые места на Сибири, третьи места даже здесь выигрывают и в пятерку входят на Россию. Каждая их не так много, один-два человека, но это в основном приятно. Традиционный турнир, посвященный Всероссийскому дню самбо, завершен. Сильнейшие спортсмены продемонстрируют мастерство омской школы на окружных соревнованиях, которые пройдут в Бийске в следующем году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова